МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины Минщины на нашем канале. У студии Сергей Манько. Витаю вас и сегодня в выпуске. Счера пронадённая. Старшиня Минова Лваконкама Семён Шапирос устрелся в жахарами Мядельского района и отказал на их пытание. Это наши белорусские граждане, за которых мы нечём ответственность. Виктория Свирская проголовная. Батареи просить огнёть. Апляльный сезон у регионе стартует сёма Кастричника. Подкова, на счастье, команда белорусских наездников Республиканская Центра Олимпийской подрыхтоки и конь гадоулей уратомцы пробилась на чемпионат Европы. Легко даются элементы высшей школы. Пассаж 5, это просто его... Он обожает. Элеонор Лутович про тех, кто мощно тримается у сядли. С старшинями на благоконка Мядельского района и отказал на их пытание. Земельные спрыжки, предпринимательские инициативы, приобщение жильёвых умов и навод профессиональная придатность – улику актуальных тем. Меж тем, центральным пытанием стала недобросумленность из инвесторов, которые долгий час не выполняют на себе обовязки. Викторая Свирская с подробностями. Пры повестью во языцах почался праём грамадян у Мяделя, а минавито темы выделения земельных участков. Жахарка Мядельского района стоит на улику тых, кто мая патрэбу к земельному участку для будавництва дома, не адмовилась б от прописки у вёсцы Гатовичи. Але тут, у Малявничем озёрным крае, землю можно набыть только из аукциона. Жанчыне пропоновали выбрать участок у іншой вёсцы, ті непасрэдна у райцентры. Губернатор Патлумачев, креудаватня треба рашэння обстварэнні аукціонных зон було принята два гады тому і датычыць не толькі Мядельского района. Вокруг Солигорска желающих много купить, ми зделали аукціонну зону. Вокруг Борисова, пожалуйста, зделали. Вокруг Слуцка. Вот эти лакомные места – только аукціон. Подчас приёму грамадян було узнято и важное кадровое питання у сферы АПК. Сельской господарцы – потребны профессионалы своёй справы. Праглобальная размова зайшла от приватного. Гажихарка Мядельщины звернулася до Семёна Шапиры с питанням, чому кірауніцтва одного стільга з предприємствам попросила я її покинуть посаду галоунага зоотехніка. Конференцю весь расставляю кропки нады. Хорошо знаю Юрия Николаевича Брагинца. Он сюда пришёл и сказал, «Всех, кто работать не умеет, у меня работать не будут». Он мне сейчас ответит, почему он вас освободил. Юрий Николаевич, я с вами разговариваю по громкой связи. Напротив, у меня бывший главный зоотехник, Нарачанской Нивы, вот она не понимает, почему ей предложили уйти по собственному желанию. У неё сегодня нет знаний для того, чтобы работать с главным задачей. За время её работы, мы сегодня полностью отсутствуем за технический учёт. Почему, когда она уходила с работы, мы не засчитывались в некоторых животных? И так далее, и так далее. Вопросов нету, спасибо. Ну а вот с всеми инши приклад, кали инвестору профессионалы не потребны. Больше за 10 год тому, директор приватного предприемства в Минску набыл стратную господарку на Мядзельщине, забяцанним узнятие с коленев. А лёвыннику раздробил я её на некольки час, так одна из них фермерская господарка Костевич и Агра. Займалася трусами и пчёлами. Вольга Лазарова там и працавала, вот только теперь можно сказать, забясплатно. За позиченность людям по заробку створалася по крысе, работники звольнялися по уласным жаданні. Гора фермер завиновать у людям вялизные сумы. Так только Вольга Лазарова и пасёння не может далечиться больше за 6 тысяч рублей. Чурым обещает, я продам коров, отдам деньги. Продам дома, отдам деньги. А вот он и не там. Я не прошу милости, я просто хочу вернуть свои деньги. Межтым прозвища недобросумленного бизнесмена не одно и че фигуровало у критичных материалах журналистов. Неудалый инвестор, разваливши господарку, пайшов и яща далей. Пропановал своим былым сопрацовникам выселиться с домов. Ситуация буральная, знайсти управу на инвестора, гэта уже справа гонору. Пригласить Шурыма к юристам и предупредить, что если не будет рассчитано с людьми, то я напишу президенту письмо, чтобы его потом не посягла участь человека, который распродаст всё своё имущество и бизнес, но заплатит людям зарплату. Не будет Шурым делать из рыбов, не платя людям зарплату и выселять их из жилья. Это наши белорусские граждане, за которых мы нечём ответственность. Усе нюансы гэта гисторы будут досканала разгляджены. В ближайшие два месяца ситуация должна выращаться. Виктория Свирская, Андрей Кульгавый, Минщина. Оцепляльный сезон на Минщине стартует с 7-го кастричника. Першими батареи станут гаражами в медицинских и социальных установах, школах и детячих садках, музеях и библиотеках. Затым надворье изменится в жилых домах Жихаров в области. Рашение коммунальники приняли в связи с резким похолоданием и вероходными ночными заморозками в ближайшие дни. При этом в каждом районе термины початку оцепляльного сезона устанавливают местовые влады. Когда температура по ветру повысится, системы переведутся в режим пропаливания. При этом коммунальникам рекомендовано максимально выкрыстовывать местовые виды палива. Отворотный бок горячего сезона качагары и палить калиатор фабрикета у неосправной электропроводкой пожарные краны. Супрационники МНС на передо дне тепляльного сезона проверили котельные Минской области. С какими порушениями правила безопасности им довелось сутыкнуться. Под обязанности читайте в субботнем номере Минской правды. У молодежи не покинутой без нагляда светильня стала причиной ночного кошмара для мать и двоих детей. Трапивши на лямпочку, у покоя квартиры загорелась коудра. До помога воротовальников женщине не спотребилась. С пожаром справились властными силами. Всю семью доставили в лекарню и после огляда медиков отпустили до дому. Не справился с кированием. Поблизу везки Дуброва на Минска район автомобиль перекулился и упал раком. По воде информации, да и кировцы не улечил мова на дворье и допустил занос. За рулем был 26-годовый автоматер, и он самостойно выбрался с салона про заднюю дверь. Машину с речки доставала специальная техника. Подкова, на счастье, у першиню за опушь не 11-годов команда белорусских наездников отрымала путевку на чемпионат Европы по конным трехборьям. Поспехово для наших спортсменов завершился международный турнир и киноподшатку вересни Прымала Ратамка. Что стоит за шматликими перемогами и чем живее сегодня Республиканский центр Олимпийской подрыхтоки и конь годовли Доведовался Леонор Лутович Грация и магутность Велич, порода И что дзённая тяжкая праца Особистые амбиции И одна на двоих перемога Дзивные с получения Киев вобрал у себе Уникальный конный спорт Финал Кубка Свету До якого зараз рыхтуется Ганна Карасёва Мара кожного спортсмена Выездка, над якой зараз идёт праца Гэта алюра и внешний погляд Задыяку не глядяча на его Неидеальные формы Допамагая природная почуться рытму Ему легко даются элементы высшей школы Пассаж Пиафа Это просто его Он его обожает самому Самому нравится Его прям так подталкиваешь Он иду, иду, иду Так он с удовольствием это делает Быть в выдатной форме Досоковика повинны Або два спортсмены Только физичной подрыхтоки Для конного спорта мало С каждым надо пообщаться Это же животное Оно хочет ласки Хочет общения Любовь даже вёл У центра олимпийской подрыхтоки Отчувается на каждом кроку Сучасные помешкания Для утримания скакунов Нагадывают кучей спа-комплексы Богатый рацион Косметичные процедуры После напруженных тренировок Сагровальные ванны И тёплые словы Шлях на олимпо-уконном спорте Починается с догляду за живёлы Пестить скакуна Яблоками, морковой Альбо цукром Не самая складанная Это вам не конюшню прибирать Хотя для такого прогоженача Его только не сделаешь Сегодняшние призёры и переможцы Прогодины проведенные За межами спортовной арены Ведаются не по чутках Чемпион Беларуси 2016-го Роман Воронько Сирот коней вырос Я не помню, как я пришёл в спорт У меня отец тренер И он меня привёл ещё, наверное, Ну, в годика три И посадил меня на лошадь Это всё как бы и началось Стал первшим сёлит Роман И на международном трёхзорковом Турнире по конному трёхборью Как и сёлит на початку веростня Примала Ратамка Выше только категория 4-й зорки Такого узровня с поборництвы У нас по куль не проводятся Два по выездке, два по трёхборью Это традиционное соревнование Проводимое Международная федерация конного спорта И, в принципе, мы всегда получаем Высокую оценку от этой организации Здесь и воспроизводим по голове И используем в спорте Создано все условия для того, чтобы Работать и получать высокие результаты За поздние 11 годов Команда белорусских спортсменов У першинё трёмала квалификацию Для удела в чемпионате Европы По конному трёхборью И это соправданная перемога Не только для уделников с поборництва Выездка, так званые танцы Конкур, переодоление барьера у манежи И дистанции с перешкодами Это километры напруженной борьбы Якие переодоливаются за хвилины Для трёхборья допускаются Только чистокровные скакуны С великим, упромым, санцислово, сердцем Выгадывать такого Справа не танная и не злёгких До отримания Долгочаканной квалификации Могчимость представить краину На международной арене Выпадала только особным спортсменам Час догнать Страченная могчимость В конном спорте нет цензы возрастного Здесь чем больше опыта Тем лучше для всадников Люди выступают И показывают очень высокие результаты В 50-60 лет Когда они действительно созрели По выдатках конный спорт Один из самых дорогих Выступы и забеги скакунов Супоставлены только с заездами гонщиков Под капотом У яких не одна конская сила Дорогого варта на таких споборництвах И перемога До какой уповненно идутся белорусские спортсмены А разом с ними И вся глина коняга довли И подрыхтовки Олимпийских чемпионов Элеонор Лутович Александр Бутрым Минщина Репортажи и эфирные виды У всех программ У любых час Доступны на сайте CTV.by И на YouTube Канале Старичного Таребачения Заходьте, глядите И подписывайтесь А на этом у меня все Доброго вам настрою До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова